Музея-Заповедника Любого другого научного сотрудника Помимо научной работы То есть это написание научных статей Справок, изучение научной литературы Работа с людьми В ходе также Разработка и проведение различных лекций Просветительских мероприятий И я стараюсь В своей работе сделать так Чтобы моя научная работа Являлась базой для работы просветительской Музеи Я попала в волю судьбы В тот период своей жизни Я занималась творчеством Мы со знакомой держали небольшую мастерскую Где изготавливали свечи И мыло ручной работы Решили попробовать Сотрудничать с музеем Чтобы проводить мастер-классы И выяснилось, что В тот момент в музей требовался Научный сотрудник И мне предложили пройти собеседование Вот так я оказалась в музее Я случайно совершенно оказался Возле здания историко-краеведческого музея И мой взгляд упал на памятник Первому русскому паровозу Черепановых У меня такая возникла Довольно необычная мысль А что если вот сесть на этот паровоз И поехать на этом паровозе В светлое будущее Я, конечно, с такой мыслью улыбнулся На паровоз решил не садиться Но решил зайти в музей И действительно зашел я достаточно удачно Уже вот почти 15 лет будет Как работаю в музее И ни дня я не пожалел о том Что пришел в дружный коллектив Музейного сообщества Которое меня приняло Можно сказать, как родного Всегда и во всем мне помогало Первые дни в музее были очень динамичны Я попала на завершение акции Паровозов много не бывает И во время рабочего дня Я осваивала экскурсию по историко-краеведческому музею А вечером и даже ночью Реанимировала паровозики Пострадавшие при транспортировке Я увидел такую изнаночную сторону Деятельности музея Дело в том, что как раз в этот период Была реконструкция На графического комплекса Проходил ремонт и в музее истории Подносного промысла Музея быта и ремесел И вот мы вместе со смотрителями Научные сотрудники Занимались вот такой Самой разной работой Помню, как мы вешали шторы Как мы бережно переставляли экспонаты И вот впервые тогда в моих руках Оказались эти экспонаты Я смог их увидеть, буквально ощутить Потому что они были не метридные Прямо рядом со мной И вот такое появилось чувство Что рассказываешь на самом деле о том Что является чем-то для тебя родным Забавные истории случаются достаточно часто Во время работы И однажды во время экскурсии На Демидовской даче В экспозиции, которая была посвящена Редкой книге Я подвожу слушателей К центральной части экспозиции Где находился фолиант Это редкое издание Французских просветителей Находился оно в кубе Потому что оно не вмещалось Ни в одну витрину И я прошу их обратить внимание На этот элефант Ну, конечно же, это смешно Я думаю, боже, это сон В моем понимании Откуда взялось это слово Я бы не сказал, что это именно казус Скорее, это такие забавные случаи довольно Дело в том, что Одной из основных видов деятельности Научного сотрудника Является посвятительская работа Потому что любое наше знание Оно должно иметь выход на посетителя Вот одной из моих тем С которой я езжу Эта тема носит название В гостях у домового Где я рассказываю о мифологических существах Русского дома Домовом, дворовом, кикиморе Баннике, овиннике И, как вы понимаете Невозможно домового из запички достать Дворового Куда-нибудь из-под ведьмной метлы Со двора Поэтому нужно было кукол Этих сделать самому И пришли, я люблю Уж так получилось Такое зрелищное, большое Дети, наверное, тоже любят Когда что-то такое необычное Вот я этих кукол сделал И получилось две больших сумки Сумки были настолько большими Что вот пришлось не обычные пакеты использовать А вот эти сумки из клеенов Которые продавцы Вот там пуховики разные Джинсы возят Я взял эти две большие сумки И вместе с другими сотрудниками На транспорте Отправился в одну из школ Так получилось, что я первый вошел в школу И меня, значит, увидела вахтер Вахтер была такая дама очень бдительная Хорошо за всем следила Она так встала на меня С недоумением посмотрела Замахала руками и сказала Идите, идите, молодой человек Мы ничего не покупаем Ну, действительно, я предъявил, конечно, удостоверение Это обязательно нужно делать Когда приходишь куда-либо представляться Недоразумение вот это было исчерпано Но было довольно так необычно и смешно Я уже говорил про то, что очень много В нашем этнографическом комплексе И в других отделах тоже Есть театрализованных мероприятий И эти сценки, они всегда вовлекают посетителя То есть у детей есть задача Поучаствовать в мероприятии Что-то сделать, например, там на ряде деревца Или, например, проводить хоровод Или выполнить какое-либо задание И вот очень радостно Когда видишь, что детям это нравится Что это им интересно Что они не воспринимают Вот просто какой-то Твой материал, который ты представляешь Вместе с коллегами Как вот что-то наукообразное Они чувствуют, что вот их может быть Прапрабабушки, прапрадедушки Вот делали то же самое Что они тоже являются частью Нашего многонационального народа Прежде всего в моей работе Меня вдохновляет работа с посетителями Когда ты видишь горящие глаза людей Вдохновленные лица, интересующиеся Когда после экскурсии тебе аплодируют И ты понимаешь, что твоя работа Приносит людям радость и новые знания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова